11 мая, Ольга, кризис двух лет. Доброй ночи, Юлия. Добрый вечер. Неустанно говорит спасибо за вашу помощь и вклад для нас, мамочек. Очень здорово, что существует в общении, что существует общение с вами. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Нам год и девять, и как-то резко пришло осознание того, что на все, абсолютно на все у ребенка один ответ. Нет. Как будто заживала кассету. Мы с папой так и сяк пытаемся найти подход, предложить альтернативу, нет и все. Понятное дело, когда надо есть, он в итоге ест. Естественно, после того, как скажет нет. И погулять пойдет, и поиграет. Но почему-то стало тяжело с купанием. Раньше ребенок мог по полчаса купаться. Ну, растет, все меняется. Вы сейчас готовитесь. У вас каждый месяц все будет меняться. Все им было такое, завтра стал совершенно другой. Вчера у дела закусывала, а сегодня любящий сыночек покладистый. Тут мозг растет, развивается, навыки прививаются, за вами следит, постоянно проверяет свои границы, где можно, где нельзя, что мама, папа на это скажет. У вас постоянно будет меняющийся ребенок. Это однозначно. Так, тяжело стало с купанием. Раньше ребенок мог по полчаса купаться. Ну, потому что он был на одном уровне. Видимо, не было физической силы ходить, да, что-то делать, там, перелазить. Ловкости не было. Оставалось только вот сидеть в воде дрызгаться. Сейчас уже появилась ловкость, силы, может залезть, слезть, там, что-то еще, приковырнуться, поползать. А что, купание? Это уже скучно. Нужно уже следующее. Нужно туда в шкаф, на полке, куда-то еще. Ну, все от возрастления. Мог по полчаса купаться, брызгаться. Сейчас со слезами идет в душ. Может, напугай, где-то захлебнулся. Очистка зубов вообще стала для нас целым испытанием. Руки опускаются. Ни мультики с животными и зубной щеткой. Не ты мне, а я тебе почищу. Не давай почистим крокодилу зубы. И даже просто объяснение, почему эту процедуру надо делать, не помогает. Видит щетку, слезы. А один раз был истерика с закатыванием, губы посинели. Не знаю, как правильно поступать. Не хочется ребенка ломать. Да, тем более, да, с посинением, значит, что-то не то. Ну и такая важная процедура должна быть обязательно. Что в чем вопрос-то? Или как мыться? Или что ли? Почему это происходит? Где вопрос? Девочки, задавайте вопросы. На что отвечать? Я не знаю. Тут я вам могу сейчас на все отвечать. Ну, год и девять. Кризис двух лет. Что-то не слышала о нем. Не знаю. Вроде бы не должно быть. Значит, что-то может быть в воспитании. Может быть, нравится это, что после слова нет начинаются со стороны мамы-папы уговаривания мультики и так и сяк. Может быть, так вот понравилось внимание и давай вам это нет в виде игры. Вот. Побольше слова надо. Два года же все-таки скоро. Ну, и пробуйте это, да, по-другому как-то чистить. Может, в течение дня, как-то... Тут у нас было с этими зубами видео, да, там девочки много чего накидали. Не буду повторяться. Посмотрите, пожалуйста. Губы посинели, значит, не доводим ребенка до истерик. Значит, неустойчива пока нервная система, чтобы вот реветь. Может быть, зубы больные. Не знаю, что там лезут в это время зубы или нет. Нет вопроса, не знаю, о чем говорить. 11 мая, Оля.